Да, ну сразу говорю, что баллонская система — это вузы, то есть школа — это средняя, баллонская система — это вузы, но постараем затронуть тогда все. Давайте будем объективны. Есть такой показатель — индекс развития человеческого потенциала, который считал и считает ООН. Он, собственно, базируется на трех вещах — это душевый ВВП, то есть, по сути, доходы, уровень экономического развития страны, уровень развития здравоохранения, выражаемый в младенческой смертности и продолжительности жизни, и уровень развития образования. Доля людей с высшим образованием, еще несколько показателей. И именно образование у нас, получается, было выше, чем уровень экономического развития. То есть, советское образование, при многочисленных минусах, которые у него были, безусловно, да, но все-таки получается, что оно было выше, чем у стран, сопоставимых с СССР по душевым доходам. То есть, образование-то был, безусловно, один из козырей, которые существовали в Советском Союзе. Это, думаю, факт бесспорный, это факт медицинский. Вот, а советские специалисты, по крайней мере, в некоторых специальностях, да, очень некоторых специальностях, ой, как были востребованы, значит, на Западе, да, есть такой анекдот, что Советский Союз подозрил Израилю чуть ли не всю науку, да, вот, после того, как, значит, рухнул железный занавес, вот, а, значит, американские, а что-то, а есть такой тоже еще анекдот, что, что такое американский университет, это учебное заведение на территории, значит, с Северной Америки, в которой русские профессора читают китайские студенты лекции. Вот, то есть очевидно, да, вот, что плоды этого образования востребованы были и во многом востребованы до сих пор, вот, и то, что есть сейчас, мы можем сказать в лучшем случае, что мы хоть что-то не потеряли, вот, что-то удалось сохранить, но далеко не все, да, то есть мы видим по каким-то косвенным показателям, тем же результатам, значит, международных мировых олимпиад, мы видим по той реакции, даже, может быть, более важный фактор, да, как бы от работодателей, что качество, значит, выпускников, системы образования, оно понизилось, вот, и здесь явно, наверное, есть на чем подумать, да, проблему я бы выделил следующее, да, то есть ЕГЭ задумывался, то же самое ЕГЭ, если начать, как бы, системы контроля, значит, знания, да, то есть ЕГЭ задумывался, как элемент устранения, дублирования, значит, экзаменов выпускных и вступительных, и, наверное, в этом какой-то смысл есть, но почему мы всегда, значит, как нас заставь молиться, мы лоб расшибем, вот, давайте посмотрим на той же США, да, и будем учиться не тому, чего они говорят, а что они делают, да, вот, есть такая пословица, на самом деле ее применял еще Джордж Вашингтон, да, и вот отцы-основатели США, когда, значит, они получили независимость, они тоже были еще тогда не самой развитой страной, Англия была, значит, впереди планеты всей, вот, у них родилась такая поговорка, надо делать не то, что англичане тебе советуют, а то, что англичане делают сами, вот, как выясняется, что это две большие разницы, да, в тех же самых США, конечно, есть система тестов, вот, по той же математике и родному для них английскому, но есть и система, вот, творческие, да, вот, как бы, устных зачетов, написания СС, да, давайте это совместить, давайте это совмещать, а у нас почему-то из устных экзаменов по всем предметам мы ударились, значит, в один ЕГЭ, да, и, как бы, вот, только одни тесты, и, по сути, последний год обучения одиннадцатый класс превращается в сплошную, значит, подготовку к написанию тестов, да, нужно совмещать, безусловно, и счетный элемент, да, и элемент, который позволяет снять дублирование экзаменов, и элемент, который показывает творчество, способен выявить, значит, как бы, да, творческие способности учащихся и оценить вот какую-то вот эту вот индивидуальную компоненту, то есть нужно, безусловно, совмещение вот этого, да, мы же в итоге к чему пришли, что лучшие вузы выбили себе право смотреть не только по ЕГЭ, да, то есть, опять же, получилось, создали правило, потом из него сделали исключение, поскольку им уж никак нельзя, да, но надо, но это исключение должно быть общим правилом, вот, а потом, значит, система контроля, я уже немножко об этом сказал, что, конечно, учителя сейчас и вообще весь, значит, школьный состав, он просто перегружен бессмысленным, бессодержательным контролем, начиная от тех же пожарных, их точно так же долбают, как любой, значит, объект бизнес, да, того же ФАС, который проверяет закупки школ, ну, что вообще-то нонсенс, да, то есть надо просто смотреть нормативы, да, купил, купил он шкаф, ну и пусть он себе купил шкаф, да, директор школы, если он выделил премию учителям, пусть он, значит, выделил премию учителям, достигает результатов, нормально, отстаньте от него, зачем его контролировать, ну, про снежинки на окнах это уже, конечно, вообще через край, да, то есть надо минимизировать контроль, дать больше свободу, в плане, значит, директорам не в свободу тем, что давайте преподавать, что хотим, да, вот как раз за результатами, да, надо смотреть за счетными результатами, которые, в принципе, система наша показывает, вот, и если директор достигает результатов, не мучьте его контролем, да, вот не надо, не надо, вот надо устранять мелочный процедурный контроль, мы освободим ресурсы как со стороны государства контролеров, так и, собственно, учителя займутся своим непроцессным делом, да, обучением, вот, нужно думать, что происходит с нашей программой, например, да, что она, безусловно, перегружена, ощущение такое иногда создается, что, значит, учатся, что школьное, значит, школьные задания, домашние задания сдаются для того, чтобы родители вспомнили, да, свою базовую подготовку, вот, этого быть не должно, нужно находить оптимальный баланс между, так сказать, вот все-таки воспитанием гражданина, человека, да, эрудированного в условиях 21 века, но и все-таки не перегружать школьников чересчур, вот, вот, некоторые вопросы по программе уж точно вызывают, значит, какое-то такое беспокойство, ну, например, когда вытесняются из литературы произведения, воспитывающие, действительно, да, там, человека, преодолевающего трудности, вот, например, кому мешало произведение, да, вот, повесть о настоящем человеке, ее исключили из школьных программ, зато, прямо как на заказ возникло несколько произведений, где возникает тема самоубийств, да, в советские годы, вот, например, на мое время, да, только одно было произведение, в школе, за всю школьную программу, где вообще тема самоубийств возникала, это, значит, вот, гроза Островского, да, сейчас и Анна Каренина вдруг появилась, что вопрос, вообще, стоит ли школьникам ее читать, да, там, еще какие-то произведения подобного рода, вот, надо все-таки подумать над тем, что мы воспитываем в нашем предостающем поколении, здесь необходимо просто привлечение общественности, да, там, общественных, религиозных организаций, для выработки, значит, адекватной программы по гуманитарным, например, по гуманитарным специальностям, вот, балонский процесс, мне кажется, вообще, просто надо назвать вещи своими именами, балонский процесс, это процесс для второсортных европейских вузов, у нас, почему-то, вы преподнесли, как, значит, вырядущимися мировое достижение, вот, надо просто понять, что это, что это из себя представляет, да, вот, и просто, просто от него отказаться, если ориентироваться на мировой опыт, то на ведущий мировой опыт, да, вот, а не на, как бы, вот, такой не очень, не очень, скажем так, ведущий, да, вот, здесь у нас, на самом деле, советская школа, в плане особенно технических, да, специальностей, была на высоте, и нам не нужно от этого отказываться, нужно этим только гордиться, вот, лучшие какие-то достижения, да, вот, из ведущего, там, опыта, прежде всего, американского, то есть какие вузы, какие вузы, да, значит, лидируют в мире по всем показателям, многочисленным рейтингам, все-таки американские, даже не европейские, уж тем более не второсортные, да, которые члены баллонского процесса, поэтому давайте, если уж перенимать лучшее, да, но перенимать у них, опять же, руководствуясь принципом, да, что, не то, что говорят тебе американцы, а смотри, что они реально делают, вот, и тогда, мне кажется, значит, качество нашего образования повысится, вот, вот.